Ессентуки Ессентуки – город-госпиталь Я хочу рассказать о своём любимом городе Ессентуки. В годы Великой Отечественной войны его называли город-госпиталь. Ессентуки быстро перестроились на военный лад. Ежедневно на фронт отправлялись эшелоны с сотнями ессентучан, а обратно с фронта привозили раненых на излечение в санаториях-госпиталях. На перроне их встречали местные жители с цветами и фруктами. Остров стал кадровый вопрос. Нехватку врачей различных специальностей и направлений удалось преодолеть через организацию краткосрочных курсов по переподготовке курортных врачей и специалистов по хирургии, терапии, травматологии, урологии и т.д. Многие врачи в короткие сроки освоили госпитальную работу. Для лечения огнестрельных ран, осложненных переломов, ожогов, отморожений с успехом применяли курортные факторы. Грозевые аппликации, минеральные ванны, механотерапия, кабинет трудотерапии, который возглавил доктор архитектуре Никитин Николай Петрович. Он занимался реабилитацией с ранеными, которые лишились верхних конечностей. Они изготавливали корзины, деревянные портсигары с орнаментом, что было полезно для разработки кисти и пальцев. Впервые грозное дыхание войны донеслось до Кавказских минеральных вод 23 октября 1941 года, когда фашисты бомбили железнодорожную станцию, минеральные воды. Вплотной фронт приблизился в последние дни июля 1942 года. Был получен приказ о срочной эвакуации госпиталей. За время оккупации фашисты уничтожили. В Естентуках более 2000 человек. Разграбили госпитали, разорили лечебные учреждения, промышленные предприятия, заминировали многие здания. После освобождения города от гитлеровцев в январе 1943 года время на раскачку тоже не оставалось. Пришлось в считанные месяцы восстановить разрушенную врагом госпитальную базу, провести работы по санитарной очистке, восстановить водопровод, собрать расхищенный инвентарь, организовать механическую мастерскую по восстановлению медицинской аппаратуры и рентген кабинетов. Электростанция «Белый уголь» была выведена из строя, пришлось устроить временную электростанцию. Не было продовольствия, воды, электричества, медикаментов и мдиков, но очень скоро Естентуки начали принимать одновременно около 7000 раненых, значительно больше, чем планировалось. ЭВК-госпитали разделили на профили, организовали сортировочный госпиталь в верхних минеральных ваннах, где были развернуты мощнейшие операционные на несколько столов для первичной обработки и проведения срочных операций. Все раненые с вокзала поступали сначала туда, обрабатывались и направлялись в госпиталь по профилю. Стоит отметить и помощь учеников старших классов всех Естентуфских школ. Они часто посещали госпитали, давали концерты, читали книги, писали письма раненым. Все это в совокупности давало отличный результат. Из курортных госпиталей возвращались в строй более 70% бойцов. Стихи Натальи Умкиной. Военный госпиталь. Военный госпиталь в России. Аллей, широкие ряды. Скажи, что в жизни своей долгой никак забыть не можешь ты. Год 41-й, 45-й или еще года, года. Когда российские солдаты рекой стекались отсюда. Рекой, что начиналось в поле, в лесу, в горах и небесах. Везде, где матушка Россия, была в крови, была в слезах. Военный госпиталь усталый. Как много лиц запомнил ты. И знаешь, как никто, наверное. Ее лицо, лицо войны. Твои широкие аллеи печально дрогнули опять. Когда на том конце России вдруг снова начали стрелять. Благословенный день победы. Войны далекое отмечает. Военный госпиталь России устало голову склоняет. Он знает цену хрупкой жизни. Он знает целую сильной воли. Военный госпиталь в России. Как и островок любви и боли. Спасение раненых было настоящим подвигом ясинтунчан. Так как немецкое командование с первых дней оккупации издало приказ о немедленной сдаче раненых. Якобы для лечения в специальном госпитале для военнопленных. За неповиновение – расстрел. И кого они обнаружили, то помещали в этот ложный госпиталь. А через несколько дней вывезли за город и расстреляли. С августа 1942 года для ясинтунчан начались дни фашистской неволи. Окупанты с первых же дней приступали к грабежу местного населения, государственного имущества, особенно госпиталей. Тяжело приходилось идти ясинтунчанам в месяцы оккупации. С начала войны жизнь сильно изменилась. Нехватка продовольствия, голод, страх. В магазинах пусто, хлеба купишь не всегда. Обязанностью детей была заготовка дров для нужд семьи и для продажи. Лес рубить запрещали, а сбивать и корчевать пеньки разрешали. Грузили пеньками тачку, а сверху еще мешков пристраивали. Наша авиация немцев не оставляла в покое. Почему-то боязни не было, ведь свои бомбы убить не могут. К нашему счастью, оккупация была недолгой. Наши войска вошли в ясинтуки в январе 1943 года. После освобождения город был похож на руины, разрушенные санатории, заводы, железнодорожный вокзал, хлебозавод, водопровод и другие объекты. Чудом удалось спасти грязи лечебницу. Окупация закончилась. Все радовались приходу наших. Радовались, что остались живы. Хотя жизнь и стала спокойней. Материально было очень тяжело и голодно. Сразу после освобождения города власти стали восстанавливать консервный завод. И завод в короткий срок начал производить продукты для фронта. Тушенку, джемы и другую продукцию. Наравне со взрослыми дети и подростки все отдавали фронту. Пережили серьезные испытания, чтобы приблизить день Великой Победы. Слава победителям! Вечная память погибшим! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова